Брестская областная организация Белорусского Красного Креста одной из первых в нашей стране подписала договор о сотрудничестве с Пинской и Лунинецкой, а также Брестской епархиями. Основной пункт договора – обучение сестер милосердия правилам оказания первой помощи. Мы имеем подопечных. Подопечные службы – это порядка 75 человек, которые являются нашими постоянными получателями нашего услуг. Потому что работают у нас сестры милосердия, работают младшие сестры и медицинские сестры. Всего у нас таких 33 человека. В основном это ухаживаются за инвалидами первой группы, второй группы, людям, которым необходима как медицинская, так и социальная помощь, психосоциальная поддержка. Наверное, в этом плане это очень важно, потому что человек, который приходит от Красного Креста, он должен выслушать человека, найти к нему подход. Так, чтобы человек к нему был открыт и, наверное, как-то немножко морально поддержать. Ну и учитывая важность этого мероприятия, понятно, такое же доброе дело делается на уровне церкви. Потому что здесь у нас очень развито сестричество. И когда мы встречались с владыком Иоанном, спасибо ему за понимание, за те добрые дела, которые мы согласны делать вместе. Мы подписали определенное соглашение. И в этом соглашении мы предложили такую как бы опцию – это обучить сестер милосердия нашим навыкам. Для сестер милосердия храма Тихвинской иконы Божией Матери специалисты областного Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Добровольцы изучили правила общения с пострадавшим, вспомнили все номера экстренной помощи, научились делать искусственное дыхание. А также познакомились с киноэстетиксом – методом, основанным на анализе и восприятии собственных движений и движений человека с двигательными нарушениями. Этот подход позволяет сохранить или частично вернуть человеку собственные двигательные навыки. Мы подписали соглашение с сестричеством для того, чтобы обучить их оказанием первой помощи и уходу за тяжелобольными на дому. Сегодня у нас первое занятие именно по первой помощи. В дальнейшем мы собираемся обучить их и уходу на дому. Может быть что-то для них будет новое. Особенно потому, что это будет с элементами киноэстетикс, которую еще почти никто не знает. Это такая европейская технология по уходу за тяжелобольными. В своей жизни мне приходилось ухаживать за такими больными, которым нужна была помощь. И я, так мне было, скажем, нужен был все-таки учеба какая-то, опыт, чтобы не так спинуно приехать. Было очень тяжело, даже приходилось отказываться от помощи от этой. Поэтому, когда я услышала, что будет у нас такое обучение, хоть мне уже немало лет, скажем так, но мало ли что в жизни может случиться, я решила, что обязательно запишусь на эти курсы и обязательно научусь тому, как ухаживать. Вообще-то в жизни очень нужно для человека, чтобы каждый, и млад, и стар, знали, как сделать первую помощь, помочь человеку, оказать помощь. Поэтому я вот пришла сюда на эти курсы, чтобы побыть и узнать, и поучиться. Первая обучающая программа на базе прихода успешно стартовала, а значит, что сестры Милосердия, храмы с удовольствием продолжат свое обучение. Так что в будущем проект будет только расширяться. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.